На иностранцев произвели впечатление кубанские винодельни. Они посетили Левкадию и Абрау-Дюрсо. Основными направлениями сотрудничества могут стать винный туризм, отдых в межсезонье, а также производство швейцарских сыров. Мы сегодня такая по европейским меркам небольшая страна, поэтому мы сами сегодня создаем и балансируем собственную экономику. И, конечно, ищем партнеров, в том числе партнеров и в Швейцарии. И, конечно, если мы найдем их в регионе Тычина, мы будем очень рады. Мы понимаем, что приоритет экономики Тычина тоже аграрный, поэтому, конечно, мы готовы рассматривать совместные предприятия, объединения бизнесов. Мы не скрываем, мы активно ищем партнеров и в Германии, конечно, и в иных европейских странах. Предлагаем наше взаимовыгодное партнерство. И вот прошу здесь учесть и передать бизнесу и Швейцарии, и региону Тычина, что, безусловно, без партнеров мы не останемся. Но вот если не получится партнерство с вашим бизнесом, то пройдет совсем немного времени, и они должны у себя спросить, выиграют они от этого или проиграют. Для улучшения наших отношений было бы неплохо организовать встречу между представителями винодельческих отраслей, чтобы обменяться опытом. Также во время визита мы поняли, что у нас есть похожие проблемы. Например, невысокая заполняемость курортов в межсезонье. Вот в этих двух направлениях можно работать, в том числе и на уровне сотрудничества торгово-промышленных палат. Также на встрече обсудили сотрудничество в сфере культуры, спорта и образования. Губернатор предложил организовать совместные обучающие программы и наладить обмен между кубанскими и швейцарскими школьниками и студентами. Продолжение следует...